друзья приветствую вас это дневной выпуск давайте посмотрим что происходит и что нам ждать сегодня до конца сессии торговой так вот сегодня вышла очередная порция статистики по занятости в америке у них под разными углами разносторонний этот вопрос исследуется анализируется но что могу сказать здесь статистика вышла позитивная видимо на ожидании позитивной статистики и был рост американского рынка и сейчас поскольку конец недели логично теперь скорректироваться но собственно говоря вот мы и наблюдаем это с вами по фьючерсу snp дневной таймфрейм начинает он слегонца преподать какая здесь может быть цель движения но я думаю вверх сейчас исчерпаны все возможности то еще вышла позитивная статистика теперь надо закрывать неделю фиксировать прибыль поэтому наиболее вероятно что мы пойдем сегодня до конца дня вот сюда вот 2 2895 если 2890 будет пробита по скорее всего будет заход по 2875 и пойдет торговлю в диапазоне 2840 2875 где-то вот здесь вот наверное мы сегодня завершим торговую неделю вот но если не будет пробой удержимся выше 2895 то тогда получается мы даже по сравнению с двумя предыдущими днями покажем хороший рост вот я думаю все-таки вероятность больше того что это значение будет пробита но и где тот в районе 2880 будет закрытие посмотрим насколько это так сейчас вот судя по динамике торгов и форме свечей здесь должно начаться некое движение вниз она будет на 2895 но здесь собственно говорить это несколько пунктов я думаю быстро будет пробита и пойдет возврат под уровень 2880 я думаю высока вероятность закрытия вот в этом диапазоне так но по данным торговлю физическим золотом в апреле в два раза упала то есть ну скажем так острая фаза текущего дна на судя по всему прошла что касается движения цен по золоту на смотрите вот сегодня уже был возврат на 1712 здесь она не удержалась сразу отскочила поэтому сейчас на мой взгляд наиболее вероятность сценарий мы посмотрим как еще сейчас закроется 1700 по москве здесь наиболее вероятно это движение вот здесь есть цель ты 1732 возможно сюда сегодня сходит но в любом случае даже если движение вот этот фаза движения она не завершится здесь достаточно сильная поддержка проходит на 1712 1710 и поэтому провал ниже этих значений сегодня я думаю маловероятен то есть он будет возможен только в том случае если сейчас произойдет пробой 1735 и отработаем цель в районе 1750 1760 вот если туда сходим тогда скорее всего сегодня в конце недели мы увидим снижение вплоть до 1700 а может быть даже 1690 вот я думаю все таки по золоту сейчас будет боковик но здесь консолидация закрытие где-то в диапазоне 1722 1735 вот здесь вот но еще как бы на самом деле там предстоят определенные события под вечер я думаю что скорее всего где-то в этом диапазоне будет но если ориентироваться на 15 минутку здесь вообще как бы нормальная картина вот смотрите ближайшее время будет цель движения вот сейчас он скорее всего придет сюда на 1726 закрепиться если здесь произойдет закрепление то дальше будет рывок и добой на 1733 очень высока вероятность такого движения вот все это отменится в том случае если произойдет пробой 1712 1710 я думаю вероятность такого сценария невелика так далее по нефти но смотрите по нефти вот это так называемая кривая двойная вершина она не сработала на брм 0 российской нефти она все-таки более похожи на нормальную вершину на оригинальной нефти тут в общем то такая кракозябра перевернутая вот но смотрите сейчас ситуация следующая поскольку вот это искривленная двойная вершина не сработала сейчас идет попытка пробития верхней границы реакционного дна судя по динамике движения по росту объема вот если в ближайшее время все-таки произойдет закрепление выше 30 то скорее всего последует сегодня возможно сейчас движение на тридцать один шестьдесят пять здесь есть цель определенно если в ближайшее время вот эти две свечи не пробьют 30 то есть не не состоится движение закрепление выше 30 долларов за баррель то тогда скорее всего отсюда пойдет откат от этого уровня и цель движения 1 будет 29 и 329 и 3 он доходит далее если пробой 28 и 728 и 9 происходит на объеме то отсюда будет быстрое движение сначала на 28 4 потом на 26 и 3 то здесь зависит от того как вот эта консолидация она будет отработана здесь пока нету однозначного понимания исходя из часового таймфрейма именно он наиболее работоспособный на нефти потому что вот эта проторговка она не показывает на текущий момент в какую сторону склоняется чаша весов то здесь нужно ориентироваться на выход из диапазона вышли выше 30 и пошло движение наверх но потом почему-то это движение не удержалось хотя по идее здесь вот были достаточно крупные покупки и скажем так ряд факторов указывал на то что отсюда разовьется движение и цель его будет закрыть и вот этой цели 13 и 6 однако как бы здесь консолидация затягивается и поэтому здесь наверное уже скорее всего мы закроемся вот в какой-то этой проторговки 30 с половиной 29 с половиной или же если все-таки пробой 29 с половиной и потом 28 и 928 и 7 состоится тогда пойдет движение вниз то сейчас пока ситуация не определена она не определена вот с этого момента то есть здесь был пробой 30 долларов началось движение вверх но она привела к тому что здесь все распродали и она вернулась на сюда вот консолидацию то есть сейчас пока ситуация неопределенности по нефти исходя из 15 минутного таймфрейма тоже здесь четкого понимания не создается по поводу того то есть какая сила вверх или вниз она будет преобладать что-то как-то запутанная картина по нефти получается давайте еще четырех часовик посмотрим так вот здесь вот если четырех часовик рассматривать что-то здесь какие-то по нефти очень такие движения пошли замысловатые так вот здесь у нас что рисуется но у нас получается здесь ключевой момент это пробитие 28 и 728 и 9 вот если пробой данной величины наступает на растущем объеме то цель движения сразу становится 28 и 25 сначала и потом скорее всего будет движение вот на уровень этой проторговки 26 126 и 2 вот сюда вот в этот диапазон если вот этот уровень мы все-таки не пробиваем то есть она продолжает здесь торговаться то тогда высока вероятность того что будет все-таки устойчивый пробой уже не 30 и только а уже 30 целых три десятых 30 целых пять десятых вот пробой вот этого диапазона приведет к движению по отработке цели которая находится на 32 32 и 1 вот сюда вот в этот диапазон но по нефти что-то все как-то очень замысловато становится слишком много различных сил участвуют в движении и поэтому всегда когда нету какой-то преобладающей одной силы которую можно понять движение она достаточно сложно читается и воспринимается поэтому я вот пока вне нефти нахожусь уже какое-то время я ее только отслеживаю в плане понимания курса рубль доллар рубль евро вот еще потому что что-то здесь все слишком замысловато и не просто так друзья но вот почему рубль так хорошо себя во льготно чувствует смотрите сейчас пошел рост индекс rgbi пока конечно двойной вершины нету на сегодня тем не менее индекс rgbi показывает хороший рост и причем здесь даже как какой-то объем появился то есть данный фактор свидетельствует о том что рубль поддерживается за счет притока средств в облигации федерального займа но если другой момент вот индекс доллара он никак не хочет идти вниз отрабатывать те цели которые у него есть внизу вот и такое движение сейчас развивается то есть он пытается начать расти у него вот есть цель которая в районе 100 целых три десятых находится если вот сейчас это движение не будет сломано на 100 то есть если он дойдет 100 и пробьет то тогда как бы волей-неволей все валюты евро и на и рубль они начнут ослабляться и текущий рост он сойдет на нет в том числе по рубль-доллар рубль евро вот но пока как бы это небольшой небольшое такое движение но вот при пробитии 100 но может ускориться и соответственно в этой ситуации мы увидим ослабление рубля так далее рубль-доллар tomorrow котировка но здесь смотрите по дневке идет проседание движение наверх у нас не прошло сегодня так но что касается рубль-доллар сегодня вообще как бы вот это движение наверх она ни капли не состоялось то есть сразу начал рубль укрепляться здесь это связано ну во первых сегодня глава цб выступал я думаю это тоже оказал определенную роль и потом как бы то что идет заход в фазе данный факт он оказывает достаточно существенное укрепляющие влияние на курс рубля вот поэтому мы увидели сегодня вместо роста на открытие но их отработки хотя будут этой цели 71 и 2 сразу провал так но и сейчас вот если пятиминутный график рассматривает то по пяти минутки вот здесь вот в районе четырех в районе пяти часов произошел разворот разворотная формация и здесь если не будет ближайшее время все-таки пробита 73 и 2 здесь достаточно большие объемы на покупку проходили от определенных контрагентов то соответственно разовьется корректирующее движение первая цель это 73 целых сорок пять сотых если эта цель сейчас будет отработана и здесь пойдет закрепление то ближе к концу дня мы наверное сходим я так предполагаю на 73 66 73 67 вот сюда есть цель движение на 73 85 и 74 но с учетом того как пошли покупки в фазе я не думаю что сегодня вот это движение она себя реализует ну или по крайней мере до 7 часов пока не будет закрытие основной площадке я думаю движение наверх при такой нефти по доллара она не состоится скорее всего сейчас будет возможно вот сюда вот задер к 73 65 вот потом если нефть останется в текущем диапазоне то скорее всего будет консолидация движение в диапазоне 73 61 73 26 и в том случае если по нефти состоится движение вниз на 26 и 3 то здесь мы увидим пробой вот этого уровня 73 86 и движение на 74 но в любом случае сейчас я думаю ситуация может существенно измениться когда закроется основная фондовая секция и прекратятся действия с покупкой о фз то здесь может произойти кардинальные изменения и укрепление доллара к рублю вот но если меня смущает то что вот эта пятиминутная свеча здесь объем не очень большой то есть да здесь определенные специфические сделки были но объем как бы он должен быть побольше вот такой вот хотя бы а то и больше то есть поэтому здесь все-таки высока вероятность того что еще сегодня будет тестирование 73 2 и по факту пробития все-таки пойдет движение в район 72 и 8 72 и 5 так на его рубль сегодня тоже по той же причине вообще как бы абсолютно не стала расти отрабатывать цели сразу пошло движение вниз вот и не остановилась она здесь на 79 32 с одной стороны и с другой стороны не допадал до 79 вот поэтому сейчас посмотрим как вот эта свечка закроется последний если здесь будет разворотная формация то тогда высока вероятность того что все таки вот это двойной дно сработает и будет отскок по евро рублю на 79 77 если здесь не будет разворотной формации то соответственно но здесь надо тогда допадать до 79 а дальше если пробой 7 9 не будет на объеме то последует консолидация и рост евро против рубля так ну вот если 15 минутный таймфрейм по рубль евро смотреть здесь масса целей верху осталось по факту снижения ближайшая целью 79 83 то есть вот если здесь разворотная формация закрепляется а по его рубль вероятность этого достаточно высокая потому что здесь вышел объем большой и сейчас здесь идет набор позиции то отсюда высока вероятность движения на 79 82 вот сюда а если он придет все таки сюда и здесь насчет торговаться то по факту набора позиции отсюда следующий рывок будет на 8 целых три десятых если этого не происходит пойдет пробой 79 24 то тогда после пробой 72 79 целых 24 будет консолидация на 79 вот вероятность пробития 79 и дальнейшее укрепление рубля против его я думаю она очень небольшая скорее всего либо здесь либо от на 79 последует ну либо торможение движение проторговкой последующий отскок либо сразу будет отскок по крайней мере вот здесь все признаки того что движение вверх она уже планировалось вот еще вчера вечером вот здесь вот после набора позиция должно было пойти в рост но видимо сегодня из-за того что пошли сделки на объеме с облигациями федерального займа рубль укрепили вот и поэтому здесь вышел небольшой краж и возврат евро на вот эти уровни в район вот этой проторговки сильный вот и соответственно сейчас вопрос стоит очень просто вернется то она в эту проторговку или она пойдет дальше на 79 от возврат в эту проторговку увеличивает вероятность того что после торговли в диапазоне 79 и 879 46 будет набор позиции и отсюда будет выстрел и укрепление евро к рублю но в целом если рассматривать текущую формацию сейчас давайте четырех часовик посмотрите здесь все-таки идет тенденция которая связана с укреплением рубля но вот этот диапазон которому мы пришли 79 36 79 здесь все время были отсюда отбои то есть для того чтобы дальнейший рост продолжился я думаю простого простой покупки у фс будет недостаточно здесь я думаю для того чтобы пробить вот этот диапазон наиболее вероятный сценарий когда пойдет пробой и укрепление рубля против евро тут надо чтобы нефти она уверена 35 преодолела я думаю вот только при таком сценарии может быть пробой вот этого значения и дальнейшую укрепление рубля либо это либо еще если евро начнет сильно ослабляться против доллара я думаю сейчас пока такой сценарий не произойдет поэтому вот если по доллару у меня могут быть определенные сомнения по евро я думаю высока вероятность того что мы находимся на локальных лаях 79 79 и 3 отсюда высока вероятность отбоя и движение соответственно первая цель по четырех часовику это 80,55 но если все-таки здесь будет пробой 79 то здесь уже будет ахтанг и тут уже рубль просто обязан сначала сходить на 77 и 2 то есть укрепиться таким образом против евро и потом возврат на 73 с половиной но исходя из текущей текущего положения дел я вот еще не видел не вышел платежный баланс он выйдет на следующей неделе я думаю тогда многие моменты станут понятны части того как какое влияние будет оказываться на формирование курса рубля по отношению к доллару его пока я думаю при текущих ценах на них дальнейшее пробитие от 79 рубль евро мы маловероятно то есть такая вероятность конечно есть что здесь будет пробита и уйдет на следующий уровень который 77 и 2 и потом вернется вот в этот диапазон но драйверов для такого движения я в настоящее время не обнаружила то здесь вот больше подходит на то что мы подошли к какому-то минимуму локальному который на протяжении полутора месяцев и здесь по факту про торговки будет отбой движения наверх в части ослабления рубля против евро первая сильная цель это 8155 а в перспективе отработка цели 87 и 17 обращаю ваше внимание что если все-таки пробой 79 состоится там даже не 79 давайте посмотрим более точно ну 78 и 9 вот так 78 и 9 если пробой на объеме будет то рублей резко к евро укрепляется движение сюда если такого не происходит то вот это все приведет к набору позиции укрепление евро против рубля все друзья спасибо за внимание